Здорово, народ! И игрок на гриле 15 очень надолго запомнит одну из арт в этом бою. Почему именно и что такого арта тут сделало, сейчас узнаете. Всё, внимание на экран у нас. Гриль 15, карта студзяночки, и погнали! Сразу же кустики возле базы занимаем, на что? Мы на гриле здесь никаких супер хитростей придумывать не нужно. Настал в любимые кустики, и наслаждайся, как говорится, да? Ну, если не подсветят. И если подсветят, то наслаждаться уже будут вражеские ПТшки, когда будут по этой картонной будке отрабатывать. Ну, а пока что всё довольно неплохо начинается. Уже 710 урона дали первую тычку. Конечно, это не супер много, но ещё всего минутка с начала боя прошла. Сейчас он ещё яшечку Е100 подловим. Смотри, вообще отлично. Уже почти полторашечка. Вот так гриль 15 начинает. Очень даже не дурно. И сейчас ещё разочек на позицию выкатим. Может он. Тест ЛТ у нас молодец. Видите, центр занял, да? Вражеских ЛТ не пустил сюда. Либо они сами не поехали там вообще на верхнем фланге катаются, да? А мы спокойненько по засвету Тест ЛТ работаем. И видно, что карта пока... Мини-карта разделилась напополам, да? Собственно говоря. Здесь вот только наверху, в А5-А6, вон Тест ЛТ катается как хочет вообще. Здесь у Тест ЛТ раздолье. На самом деле не очень хорошо, что вот этот верхний фланг мы бросили. Но что поделаешь. Что есть другого нам не видать. Так, ладно. 1-1. Пока что счёт. Всё довольно неплохо у нас начинается. Ну, правда, вот если посмотреть на общие ХП команд, уже можно заметить, что у противников немножечко получше с этим дела обстоят, да? Нам побольше ХП сняли. Но пока всё это погрешности. Всё может ещё 10 раз измениться в разные стороны. Так, ну а мы продолжаем удерживать тут позицию в кустиках возле базы. Итак, поглядываем, кто там где вдалеке, чем занимается. Может, какой-то засвет появится. Пока что особой работы у нашего гриля 15-го, конечно, нет. Так, Тест ЛТ тут катается. Подловить бы его было бы хорошо, да? Но не вышло. И решает гриль 15, что дальше в этих стандартных кустах возле базы уже стоять нет никакого смысла. А поэтому потихонечку отправляемся на новую позицию. Ну, а что здесь на студзянках может быть? Здесь не нужно изобретать велосипед. Либо кусты возле базы. Дальше вот здесь позиция за ЖД. На ЖД можно вот тут выезжать. Расстреливать там, тяжиков выцеливать. Либо, я не знаю, если уже слив, вот здесь за камнем спрятаться. И дефать тоже частенько вот тут. Становится. Правда, в этом бою две арты, поэтому сильно не спрячешься. На самом деле, потому что вы же прекрасно знаете этот артоводский чемодан. Он найдет везде. Так, Тест ЛТ вон сидит, пердит там в кустах ляпа. Его там еще арта выцеливает. Ты смотри, что арта творит. Ну, засвет дает, тем не менее. Вот у нас и бабаха появилась. Это они все. Это Тест ЛТ светанулся, да? И по нему начали отрабатывать. В итоге высвечивались все. И мы тут дали тычку по бабахе. Если сейчас повезет, еще одну куда-нибудь отправим. Но нет, уже и нашу задницу начинают здесь обнаруживать. И наша задница начинает сверкать, как говорится. Поэтому нужно быстренько ее поднимать. И отсюда уносить. Потому что сейчас нашу картонную башню здесь надерут по полной. Так, Т110Е5 у нас. По Е5 полетела на 740 тычечка. Нормалечек. Так, 36 правда уже. Что-то наша команда не совсем как швейцарские часы, да? Точнее совсем. Ну, как они. Ненадежно играет, короче. Очень много к нам гостей уже приближается. Так, Т110Е5. Вот этого красавчика может сейчас и доберем, да? Если пробьем. Пробиваем Т110Е5. Но добрать не получилось. Зато это сделала наша союзная арта. Но тоже пойдет. Так, тут и тяжиков наших немножечко подтеснили. На самом деле сейчас можем попробовать. Помочь им тут поработать. Тоже по засвету, если будут выкатывать. Еще 5-7. Еще все не так уж и плохо. Эту ситуацию еще можно спасти. Так, Т110Е5 там врывается. А есть кому Т110Е5 принимать? Ну, вроде пока есть. Ну, если мы тут свой нос длинный вставим тоже. Я думаю, не будет ничего с этого плохого в нашей команде. Давайте поработаем по Т110Е5. Полетела. Ну, тут уже 5000 дамага. Гриль 15 настоящий кустовой ниндзя. У нас сегодня отрабатывает на всех направлениях. Можно сказать, особо не отдаляясь от базы при этом. Так. И еще разочек. Давай. Т110ЛТ в ангар. А вот, кстати, наш первый фраг. Ну что, какие-то результаты уже есть. У Гриля 15 дамага накидали. Вот даже и фраг сделали. Не стыдно и в ангар отправиться. Я думаю, мы в команде, скорее всего, даже на первом месте по урону будем. Я что-то так предполагаю. Ну, там посмотрим. Так. Ну, с Т110ЛТ разобрались. Теперь возвращаемся на насиженную позицию на ЖДшке. Что здесь? Ничего нового придумывать не нужно. И тут он уже, гости дорогие, выкатывают. 60 ТП, пожалуйста. Т110Е5. В общем, желающих много получить. Трандюлей. Так, народ. Ну, пока Гриль 15 здесь выцеливает. Ждет. Мы ждем финальную развязку этого сражения. Давайте вам быстренько напомню, что спонсоры этого видоса, парни из классного сайта, вот Голд, где вы можете золото и премиум танки получать. Советую на вот Голд вот главный контейнер, из которого больше всего крупных призов выпадает. Там и Голдишка, и премтанки. Залетайте. Ссылочка в описании. Я там выбивал и Лавешника, и С3СМЗ, и СТРВС1, и 10 тысяч голды, да что только не выбивал. В общем, все в описании под видео есть. Заходите. Ну, а если будете счет по воду на вот Голд пополнять, вот этот наш классный промокод вводите. Вверху сайта там кнопочка пополнить. Нажимаете ее, и там у вас будет окошко, и в нем надпись у меня есть промокод. Вот прямиком на эту надпись жмете, и туда в строчечку вот этот наш шикарный классный промокод вводите. По нему каждый получает гарантированный подарок-бонус при пополнении счета. Ссылка на вот Голд и наш шикарный промокод в описании под видео. Все там внизу под роликом, а мы смотрим далее. Гриль 15 продолжает тут держать позицию. Ситуация, правда, не самая лучшая. 2 в 6. Ну, вот о чем я говорил, да? Когда союзники послевались, ничего здесь выдумывать не нужно. Вот тут позиция за камнем очень часто занимается в этой ситуации. ХПшечка у нас уже есть. Еще есть, да? Полный запас ХП. 9 косарей дамага, к слову говоря. Гриль 15 уже наворотил. Ну, пока у нас еще есть один союзник. Проджетто 65-ый. По крайней мере, он на себя противников может отвлекать. Они там что-то едут на него. И как раз мы отрабатываем. И вот уже 2 в 4. Смотри, мы добираем 60 ТП. Проджетто тоже не спит. Добирает Ягу Е100. И это уже, я вам скажу, народ выглядит вполне реально. Правда, если порта еще своими чемоданами так не задалбывала. Было бы вообще хорошо. Но тут на нас врывается Юдас 15-16. Смотри. Прижимается к нашей задней части. Самой, блин, дорогой. Ай-яй-яй. Ну, будем надеяться, что Проджетто поможет. Потому что мы не можем довернуть до этого Юдаса. Проджетто, к слову говоря, неплохо очень отработал. Но добирать пришлось самим. И хорошо, что у Юдаса началось КД. И поэтому оставляет он нам 249 хп. Вообще не густо. Я вам скажу. Тем временем там Т110Е5 едет на нашего Проджетто. 2 в 3. 2 противника артоводы. Все шансы имеются. И начинаем отрабатывать по Е5. Но он очень разозлился там на Проджетто. Видимо, этот Т110Е5. И поехал. Поехал нашего союзника добирать. Ну, не знаю. Всем, чем можем, будем пробовать помогать. Здесь он опять выкатывает. Нужно работать. Полетело. Но арта, смотри. Арта добирает Проджетто. Засвета Е5 теперь не будет. Ну, или самим придется светить, что довольно опасно здесь. Ведь он у нас тоже. Мы на ЖДшке стоим. Очень доступно. Поэтому надо ехать. Что-то придумывать. Союзников больше нету, кстати. 11 тысяч 461 дамага. Грель-15 уже нашвырял. Ну, конечно, очень бы хотелось. И для нашего героя было очень бы приятно, я думаю. Закончить все-таки это сражение победой. А не слиться. Но это будет непросто. Потому что очень мало ХП. И вот она первая из них и удается. Смотри, удается. Ты смотри, артовод тут заныкался. Ни хрена себе артоводы переезжают, а? Интересно, интересно. Так, ну теперь мы в перезарядке. Едем что, второго коричневого искать, да? А вот он. И свертухи. И народ свертухи. Вот этого артовода наш герой, я думаю, запомнит надолго. Но такое поражение тоже бывает у нас. К итогам. Так, ну и тут у нас танкист-снайпер. Основной калибр мастер. 12 тысяч урона. 12.71, да? 5 фрагов. Очень жаль, конечно, что поражение. Но вот так арта нам подпортила финалочку. Ну, а так по дамагу, по фрагам, Лайчинский, я думаю, наш герой заслужит. Вверху справа прошлый видос. Залетайте, смотрите в описание. Заглядывайте, там ссылочка на вотголд и наш классный промокод. А мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ.